Алгоритм непрямого метода начинается с того, что мы просыпаемся, пытаемся разделиться. Если разделение не срабатывает, если у вас не получилось сразу же где-то оказаться или разделиться, в этот момент вы должны приступать к техникам создания фазы. То есть мы проснулись, не смогли реализовать фазу, то есть может быть ее и нет, но у нас есть еще целая минута, иногда больше, иногда меньше, для того, чтобы все-таки попасть в фазу. Если у нас не получилось сразу разделиться, мы переходим к техникам входа в фазу. Техник огромное количество, их сотни, вы можете придумывать и создавать их сами, вы можете что угодно услышать от разных людей, вы можете прочитать много всего, у нас учебники много их описано, мы будем также обо всем этом еще говорить. Я вам дам сейчас базовые техники, объясню их, и ваша задача выбрать из них те, которые вы лучше всего понимаете, те, которые вам близки с точки зрения практики, то есть которые вам покажутся легче выполнения. Итак, базовые техники. Первая техника имеет несколько названий, это либо сенсорно-моторная визуализация, либо техника углубления. Смысл этой техники в том, что ты ведешь себя так, как будто ты уже находишься в фазе. Но фаза настолько поверхностная, настолько слабая, что ты ничего не чувствуешь. То есть ты лежишь в кровати, но допускаешь, что ты лежишь в фазе, а если ты лежишь в фазе, ты находишься в фазе, а как мы углубляемся? Мы все ощупываем, рассматриваем и так далее. Один из способов. И ты начинаешь сугубо на воображение представлять, что ты ходишь, к примеру, по комнате, либо еще лучше рядом с целью, куда ты хочешь попасть. И начинаешь там углубляться. Чисто воображение. То есть ты начинаешь воображение, например, в своей комнате трогать ковер, стены, шкаф, свою кровать, пытаться все разглядеть. Все это происходит на фоне воображения. И чем активнее ты делаешь, чем больше ты концентрируешься на этом, тем больше шансов, что через несколько секунд ты вдруг поймаешь себя на мысли, что ты не воображаешь это, ты не представляешь, что ты где-то ходишь, а ты реально уже это видишь. То есть изначально ты воображал, что ты трогаешь шкаф, что ты смотришь на свои руки, но вдруг ты понимаешь, что ты не воображаешь, а ты реально на них смотришь. То есть произошло перемещение пространства и фазы. Именно поэтому техника называется углубление или сенсорно-моторная визуализация. Ты заполняешь в себя максимум представляемых ощущений, в конце концов, которые становятся настоящими для твоего восприятия. Техника вращения. В данном случае также на воображении ты начинаешь представлять, что ты крутишься либо в левую сторону, либо в правую. При этом ты, естественно, глаза мы не открываем, время попыток, но ты поворачивать глаза можешь. И пытаясь провернуться на левую сторону, ты поворачиваешь глаза, либо на правую сторону поворачиваешь глаза. И твоя задача вестибулярно прокрутиться вокруг своей оси. Воображаемо. То есть ты начинаешь воображать, что крутишься вокруг своей оси. Пытаешься представить, как ты это делаешь. И чем больше ты раскручиваешься, чем больше шансов, что эти ощущения, воображаемые, вестибулярные, вдруг заменятся реальными ощущениями. То есть ты должен либо в левую, либо в правую сторону пытаться прокрутиться. И как только вращение получится, возникнет какое-то движение. Это признак того, что вы уже оказались в фазе. Надо дальше выкатываться, либо разделяться другим способом. Техника наблюдения образов. Также одна из самых базовых и распространенных эффективных техник. Суть ее заключается в том, что ты начинаешь сматриваться в пустоту перед глазами и изучать это пространство, пытаться в нем что-то разглядеть. Внимание, ты не визуализируешь что-то, это другая техника. В данном случае ты пытаешься в пустоте перед глазами что-то разглядеть. И смысл в том, что если на пробуждение, я подчеркиваю на пробуждение, потому что при прямом методе это ничего не значит. Но если на пробуждение ты вдруг начинаешь видеть какие-то изображения, картинки, остатки от сна, какие-то образы, даже может быть сюжеты, это признак того, что ты точно находишься в фазе. Если ты ляжешь сейчас и будешь видеть какие-то образы картинки, это ничего не значит. Ты находишься в бодрствовании. Но если ты проснулся и вдруг увидел изображения, образы, смог их увидеть, ты находишься в фазе. То есть ты просыпаешься и после техник разделения всматриваешься в пустоту перед глазами. И если через несколько секунд ты вдруг увидел какие-то объекты, нужно сразу же пробовать либо разделяться, использовать техники разделения, либо пытаться настолько детально осматривать эти объекты, чтобы тебя туда переместило. К примеру, я проснулся, попробовал разделиться, у меня не получилось. Я осматриваюсь в пустоту перед глазами и вдруг я увидел лес. И у меня возникают два варианта. Тут же в голове красная лампочка загорается, оп, я уже в фазе. Либо я разделюсь в своей комнате, либо я буду вглядываться дальше в этот образ, как бы сквозь него смотреть, и он будет становиться все четче, реалистичнее. И в какой-то момент я пойму, что я стою в этом лесу, возле этой сосны, к примеру, вплоть до запаха этой смолы, почувствую, то есть я там окажусь. То есть при наблюдении образов два варианта. Либо ты разделяешься, либо ты оказываешься в том образе, который ты наблюдаешь. Дальше план действий тот же самый, который у вас был заранее поставлен. Базовая техника прислушивания. Точно так же, как образы, в данном случае мы пытаемся услышать какие-либо звуки в голове. Внимание, мы не пытаемся услышать конкретные звуки, это другая техника. В данном случае мы пытаемся услышать, есть ли эти звуки у нас в голове. То есть ты проснулся, попробовал разделиться, у тебя не получилось. И ты начинаешь слушаться внутрь своей головы, пытаясь услышать какие-либо звуки у ней. Это не обязательно может быть какая-то мелодия, либо какой-то конкретный звук, речь. Это может быть шипение, гудение, неважно. Если вдруг вы в голове начинаете слышать какие-то звуки любого характера, признак того, что вы находитесь в вазе, и значит можно разделяться. То есть вы пробуете разделиться. Если не получилось разделиться, вы еще громче создаете этот звук и снова пробуете разделиться. При этом вы должны понимать, что значительная часть всех звуков, которые вы слышите на пробуждении, они уже не настоящие. Но проблема в том, что ты не способен понять, реально ли это проехала машина за окном, либо эта фаза сделала вид, что за окном проехала машина. Но вы должны быть готовы к тому, что действительно многие звуки не настоящие. И ты начинаешь это понимать, когда догадываешься о несовпадениях. Например, если ты уснул в палатке в лесу и вдруг услышал, как за окном проехала машина, конечно, ты можешь догадаться о том, что этого не может быть, поскольку ни окна, ни дороги за окном тем более нет. Следующая базовая техника – это техника фантомных раскачиваний. В данном случае, в отличие от многих других техник, где все начинается с воображения, здесь воображение вообще не участвует. Это может быть любая часть тела. К примеру, речь о руке. Я проснулся, попробовал разделиться, мне не получилось. Я фокусирую внимание на руке, моей реальной руке, которая у меня лежит, я ее ощущаю. И я начинаю ее давить и поднимать вверх, не напрягая мышцы. Внимание, я не воображаю, что я поднимаю руку или опускаю. У меня хорошее воображение, я могу это вообразить. В данном случае, я свою реальную, ощущаемую руку пытаюсь давить и поднимать вверх, не напрягая мышцы. Сначала ничего не будет происходить, но через несколько секунд, если техника работает, я вдруг почувствую абсолютно реальное движение руки. Оно настолько реальное, что ты вначале не можешь понять, у тебя действительно рука движется, либо ты в фазу попал. То есть ты чувствуешь, что движение происходит. Как правило, признак того, что ты в фазу попадаешь, а не настоящее движение, это вязкость и лимит в амплитуде. То есть ты начинаешь двигать руку и чувствовать, что есть вязкость определенная и лимит амплитуды. И ты начинаешь руку еще больше раскачивать. Как правило, если амплитуда уже 10-15 см, после этого вы сможете спокойно двигать руку и просто встать. В принципе, если рука хотя бы на 1 см на пробуждение движется, вы уже в фазе, но разделиться может быть сложно и любую технику надо усиливать в проявлении. Поэтому, если у меня фантомное раскачивание появилось, где-то в 10-15 см и больше я уже буду пробовать разделиться, если разделиться не получается и я еще больше руку раскачиваю. При этом при технике фантомного раскачивания разделяться нужно с той части тела, которая раскачивается. То есть, если у меня движется рука, естественно, я буду пытаться сделать движение именно этой рукой, чтобы разделиться. Техника плавания тоже на самом деле может быть причислена к базам. Смысл ее в том, она может быть заменена на технику канат, известную среди астральщиков. Смысл ее в том, что ты начинаешь представлять какое-то конкретное действие. плавание. Если это плавание, то ты начинаешь представлять, что ты плывешь. То есть, ты проснулся, попробовал разделиться, не получилось, и ты начинаешь представлять, что ты плывешь. Ты начинаешь фокусировать внимание на том, что ты двигаешься, что ты чувствуешь движение рук, тела, воды, вестибулярные ощущения. Ты полностью фокусируешься на этом внимании, ты можешь себе сразу же представить где-то плывуще. Несколько секунд пробуешь это сделать, и дальше либо ничего не получилось, либо ты чувствуешь, что ты лежишь в кровати, но твои руки делают движение как будто ты в фазе, либо ты вдруг понимаешь, что ты уже где-то плывешь. Когда я использую эту технику на семинарах, абсолютно в большинстве случаев, где-то в трех случаях из четырех, человек сразу же где-то плывет. То есть, ему даже не надо разделяться. То есть, ты либо в море где-то оказываешься, либо в пруду, либо в бассейне, и ты действительно уже там плывешь. То есть, начинаешь представлять, что плывешь, и вдруг оказываешь где-то, оказываешься где-то. Здесь почти половина учеников делают грубейшую ошибку. Они попадают в фазу, но поскольку они ожидали разделения в своей комнате, они не знают, что делать дальше. То есть, им кажется, что у них не получилось, что это что-то не то, они пытаются вернуться, снова разделиться. Если вы сразу же на технике плавания оказались где-то, ваш план действий должен там начинать осуществляться. То есть, если вы плывете где-то в реке, выходите на берег, плываете к берегу и осуществляете свои задачи. Ну, или прямо из воды их осуществляете. То есть, при технике плавания два варианта. Либо ты лежишь в кровати и чувствуешь движение рук, тела. Это означает, что нужно встать, разделиться. Либо ты оказываешься сразу где-то плывущим. И все, в этот момент ты уже находишься в фазе. Тебе не нужно возвращаться обратно. То же самое касается техники каната или техники бега. Ты можешь представить, что ты бежишь. Ты можешь представить, что ты тянешься по канату. То есть, в принципе, любое движение такое цикличное подходит для данной техники. Также мы не можем пройти мимо техники вибраций. Ты просыпаешься, то будешь разделиться. У тебя не получилось. И ты начинаешь, как бы это ни странно не прозвучало, пытаться напрячь свой мозг или свое тело, не напрягая мышц. Напряжение мозга проще, потому что ты в любом случае не напрягешь мозг. Единственное, нужно стараться не напрягать мимические мышцы, шею и так далее и тому подобное. То есть, ты пытаешься напрять что-то за твоими глазами между ушей. Как бы это странно ни звучало, во время попытки это сделать, вы можете почувствовать ощущение, похожее на ток, который проходит сквозь вас. Либо на гудение тела, вибрации тела. Это очень яркое ощущение. Если оно возникло, вы уже находитесь в фазе. Поэтому либо напряжение мозга, либо напряжение тела без мышц, попытка напрячь тело без напряжения мышц приводит к этим вибрациям. Если они возникли, вы уже можете разделяться. Если разделиться не получилось, усиливайте эти вибрации и снова пытаетесь разделиться. Эта же техника позволит в самой фазе создавать вибрации, что можно использовать для различных целей. И последняя техника, о которой мы поговорим в контексте базовых знаний, это техника визуализации рук. К примеру, я проснулся, попробовал разделиться, у меня не получилось. И я начинаю воображать, что мои руки находятся передо мной. И я пытаюсь их увидеть. Я пытаюсь их почувствовать. Я пытаюсь их услышать. Это все голое воображение. Естественно, глаза я не открываю. Я проснулся, пытаюсь увидеть и почувствовать свои руки перед собой. Пытаюсь во что бы то ни стало их буквально прямо перед собой разглядеть и почувствовать. Если я сейчас буду это воображать, у меня хорошее воображение, закрываю глаза, я действительно могу их вообразить, даже могу их немножко услышать. Но это все воображение ни к чему не приводит. Но в момент пробуждения, когда я делаю эту же самую попытку, через несколько секунд ты начинаешь буквально уже не воображать, а либо видеть свои руки вплоть до линии на них, либо слышать их, либо ощущать, либо все это вместе. Как только руки появились, внимание, вы уже точно находитесь в фазе. Нужно просто разделиться. Разделяемся мы с чего? Руки у нас уже двигаются. Начиная с них мы просто либо цепляемся за что-то, либо открывать и отжимаемся. То есть начинаем действовать с рук. Казалось бы, все очень просто, но именно в этой технике постоянно на семинарах возникает следующая проблема. То есть ты объясняешь, как она работает, что у тебя появились руки, ты вместе с этих рук встал и пошел. И ты начинаешь людям рассказывать, что обычно на семинарах у людей появляются руки, но не продолжают дальше лежать. Они используют фазу. Все хихикают, а потом на следующий день приходят и рассказывают то же самое. Почему так происходит? Дело в том, что ощущения очень реалистичны. Иногда человек даже не хочет больше ничего делать. Он увидел свои руки, он понимает, что они настоящие, он в шоке лежит и их разглядывает. Не надо их лежать и разглядывать. Встали и пошли. Другие люди как будто бы ждут, что их кто-то должен вытащить. Может быть, они ждут, что я приду их вытащу. Да, я иногда это делаю, как люди рассказывают. Но смысл в том, что если вы увидели руки, либо услышали, либо почувствовали, мы берем и сразу же встаем. Не надо лежать и тереть свои руки, разглядывать их. В тот момент, как только они появились, встали и пошли. Наша цель попасть в фазу, а не лежать и разглядывать руки. Хотя у кого-то, может быть, такая цель и будет. Завершить этот блок хотел бы тем, как вообще техники выбирать. Я настоятельно рекомендую, если вы новичок в этой сфере, выбрать для себя 2-3 техники, которые наиболее понятны, которые вам приятны, которые вам интересны, и просто потренироваться с ними. Дело в том, что всеми этими техниками можно тренироваться. Даже техники фантомного раскачивания можно тренироваться. И это движение, оно через несколько минут возникнет даже в бодрствовании. Единственное, вы в фазу навряд ли попадете без пробуждения, но в фантомное раскачивание может возникнуть даже в бодрствовании. Поэтому обратите внимание техники, которые вам приятнее всего, которые вы понимаете. Просто потратите 10-15 минут днем на отработку этих техник. Можете делать это регулярно. Чем лучше вы отработаете техники в тренировке, тем лучше они будут срабатывать на пробуждении. Поэтому я настоятельно рекомендую в начальном этапе постоянно отрабатывать техники, а с опытом иногда к этому возвращаться. Потому что чем лучше вы их натренируете днем, тем они лучше будут воспроявлять себя на пробуждении. Потому что вы уже знаете, чего ожидать. И именно по этой причине оно будет срабатывать.